Доброго дня! С вами канал Процветок, и я травница Ольга Спиридонова. Конечно, сейчас весна, радостное время, когда можно саженцы покупать, делать свою дачу маленьким раем при помощи интернет-магазина Процветок, при помощи каких-то семян, саженцев. Но не стоит забывать и о том, что природа нам дарит совершенно бесплатно то, что у нас под ногами растет и стремится подарить нам радость и здоровье. Достаточно всего лишь знаний, знаний, которые можно получить в наших роликах на канале Процветок или же в фитошколе Дивея. И если эти знания применить к своему здоровью, окажется, что на самом деле все гениально и просто, и стать спокойными, здоровыми, счастливыми можно бесплатно, быстро и просто. Сегодня я хочу рассказать об одном из своих любимейших растений – одуванчики. Весной просто все полянки, все лужайки зарастают этим золотистым сорняком, как его только не называют, маленькие солнышки, весенние золотые капельки. И для меня было шоком узнать, что с ним сейчас борются, чтобы пух аллергикам не мешал. Мы не задумываемся, почему его так много, почему природа подводит его к самым нашим ногам. Оказывается, одуванчик – это волшебное средство практически для бессмертия. И он может вылечить очень многие заболевания в нашем организме. Он может оздоровить нас. И именно поэтому природа его нам дает в таких больших количествах. Главное, чтобы мы это заметили. Чем же так хорош одуванчик для нашего здоровья? В первую очередь он очищает наш организм, тонизирует его и придает ему энергии. Это первый весенний энергетик. Первый. Что в нем может быть целебно? В одуванчике целебно все. Начиная от кончика цветочка и кончая кончиком корешочка. Как мы его можем использовать? Как угодно. В чай, в варенье, жарить, в салаты, в супы. Прежде всего, одуванчик нас омолаживает. Он выгоняет старую желчь, помогает очистить печень, помогает очистить желудочно-кишечный тракт. При регулярном применении одуванчик снижает уровень холестерина и снижает количество солей в суставах. Обогащает наш организм витаминами и микроэлементами. Для чего мы варим золотое варенье из этих золотых головок? Я думаю, что очень многие пробовали уже. Именно потому, что здесь содержатся микроэлементы. Те самые микроэлементы, которые мы покупаем в ярких, красивых баночках. Витамины микроэлементы. И пьем, когда нам тяжело, когда не хватает здоровья, не хватает сил, энергии, когда иммунитет пытается лечь на лавочку и задремать, для того, чтобы его разбудить и взбодрить. Все то же самое можно сделать при помощи одуванчиков. Каким образом? Прежде всего, мы можем весной, когда вот такой вот огромный ковер из золотых цветочков, мы можем собрать головочки и сварить из них варенье. Рецептов самых разных полно в интернете. Как я делаю? Собираю там или 200, или 400 головочек. Замачиваю, делаю отвар. И потом на этом отваре при помощи лимона или клюквы и сахара варю густой сироп. Ярко-золотистого цвета. Этот густой сироп разливаю по баночкам, по бутылочкам. И утром добавляю в кашу вместо сахара или в чай вместо сахара. Помимо чисто энергетического свойства, этот сироп также будет слегка очищать печень, будить ее с утра после зимы, запускать ее работать, запускать желудочно-кишечный тракт и помогать в целом оздоравливать организм. Листочки одуванчика в комплексе с корешками или же отдельно в соотношении один к одному с листочками черной смородины дают нам чай, который, если мы пропьем с самой весны до самой осени, очень и очень неплохо оздоравливают и очищают суставы. Кому это актуально, у кого суставы болят, у кого там песок скапливается, соли, все это можно выводить при помощи вот такого душистого и нехитрого чая. Розетки, жареные розетки одуванчиков. Что такое розетка? Это место, где стебелечки соединяются с корешочком. Вот мы берем эту розеточку, отмываем ее, обваливаем в любом панире и жарим. Получается великолепное легкое блюдо, высокобелковое, кстати, блюдо, которое нравится даже мужчинам, не только женщинам, которые сидят на диете, которое помогает убрать лишний вес, который мы накопили за зиму, которое помогает, опять-таки, подчистить печень, подчистить сосуды, суставы от шлаков. И самое главное, это бесплатная, интересная весенняя еда. Между прочим, вот эти жареные розетки одуванчиков и вегетарианская лапша, которая в европейских многих эко-кафе подается, на самом деле, это лапша, это вот эти вот ножки одуванчиков, отваренные и поданные с каким-то соусом. Это блюда, которые используют в своем меню модели, вегетарианцы, люди, которые хотят быть стройными, здоровыми, модные блогеры. И на самом деле это бесплатно, все у нас под ногами. Собственно, корень одуванчика очень и очень является мощным, очищающим и оздоравливающим средством. Если мы соединим три корня одуванчика, лопуха и пырея в равных частях, один к одному и к одному, смелим в порошок, мы можем использовать его как добавку к кофе, как добавку к чаю, например, как приправу к салатам, например, к каким-то овощным или мясным блюдам, к борщу. И вот эта вот великолепная триада, корень одуванчика, корень лопуха, корень пырея, очень и очень неплохо оздоравливает весь организм, убирает шлаки, укрепляет противоонкологический иммунитет, помогает рассасывать кисты, помогает выводить шлаки, помогает в целом омолаживаться и очищаться. Чем еще одуванчик может помочь нашему здоровью? Я очень люблю, вот именно сейчас, в весеннее зеленое время, когда организм соскучился по зеленочке после зимы, после каких-то крахмалистых блюд, я очень люблю использовать его в так называемом крем-супе. Причем его можно сделать и как в вегетарианском варианте, и в обычном классическом, скажем, с грудкой индейки или курочки. Что мы делаем? Мы собираем любую зелень. Листочки одуванчика, их можно на полчасика замочить в подсоленную или в кисловатую воду, чтобы убрать лишнюю горечь. Прям вот жменьку такую, да? Траву снытия, например, перышки лука или чеснока, если они у вас есть, мокрицу, фиалку полевую трехцветную. Всю эту зелень мы берем и буквально 3-5 минуточек привариваем вместе, скажем, с размоченными чипсами кабачковыми или молодыми кабачками нарезанными, или соцветиями цветной капусты, или с обычной нарезанной белокочанной капусткой. Делаем такой густенький отвар, привариваем, после чего все это взбиваем блендером в однородную массу, добавляем туда пол-ложечки или ложечку рисовой или кукурузной муки, чтобы образовалась такая нежная кремообразная зеленая текстура. Кстати, можно туда и веточки крапивы добавить. После чего поджаренные на сливочном масле кубики адыгейского сыра, если это вегетарианский вариант, или такие же нежные кубики грудки индейки или курочки, добавляем в этот отвар, заправляем соль, сахар, специи по вкусу. И у нас получается великолепный зеленый суп, исключительно вкусный. Всем, кому я даю рецепт, всем, кого угощаю, вызывает только восторг. Но помимо того, что это блюдо вкусное, это мощнейший заряд здоровья, очищения, энергии, микроэлементов, витаминов для нашего с вами организма. Видите, сколько интересного мы с вами узнаем на канале Процветок. Еще больше можем узнать в фитошколе Дивея. Приходите к нам, и я буду делиться с вами своими секретами, которые я узнала от своих наставников, из каких-то очень и очень старинных книг и из своего 30-летнего опыта травничества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова